Процент действительно точных голевых передач был очень высок у Дениса Бояренцева. Пенальти. Я не столько утверждаю, сколько спрашиваю. Сергей Фурса. Да, 11-ти метров. Да, назначает Сергей Фурса. Сейчас посмотрим за что. Непонятно. Непонятно абсолютно. Ковенаги падал сам. Ферланда Калиста будет и посмотрим еще раз явную позицию выигрывает. В любом случае, мне кажется, что этот момент будет предметом обсуждения. Ковенаги бьет. Делает это очень точно. Прямо в девятку. Ферланда Ковенаги. И вот посмотрите, как спартаковцы, спартаковские болельщики приветствуют. Первый гол. Был шанс у спартаковцев в первом туре именно с пенальти открыть счет голам. Да, пробел Ковенаги, конечно, великолепный. Если бы сразу два калинько стояли бы в воротах, вытащить, по-моему, этот удар в самую девятину было невозможно. Ферланда Ковенаги. 31-я минута. Спартак повел 1-0. А вот сейчас Егор Титов. Выход 1-1. Ну что? 2-0. 2-0. Капитан Спартака выполнил все великолепно. Посмотрите, как радуется Егор этому долгожданному голу. Показал он, что может быть будет делать передачу. Немного ввел в заблуждение Александра Калинько. Да, пауза была внушительной. И как здорово там Александр Павленко сыграл. Ковенаги подкрадывается, а Титов так разворачивается. Еще показывает, что может быть сделаю передачу на Ковенаги. Дезориентировал он казанских футболистов и точным ударом удвоил результат. Бояринцев, Диас против него. Бояринцев навешивает в штрафную. Мяч приходит. К Пьяновичу штанга. Гол. 3-0. И вновь, по-моему, Егор Титов. Да. Михаил Пьянович из очень сложного положения нанес все-таки удар по воротам. И этот отскок очень удачно подкараулил Егор Титов. Смотрим. Не готовится до мяча. Толиста делает паузу Пьянович. Мяч пересекли. Или... Нет, не пересекли. Да, Егор Титов. Было здесь на месте. Очень удачным получился выход Пьяновича.